А мы, короче, опять собрались на рыбалку. Грибнули. Смотри, Юля уже даже... Юля уже даже это... Почти ходит. Смотри, я тут мини-клондайк нашёл. Блин, сюрреализм какой-то. А, кстати, слушай, я же тебе рассказывал, что это... Грибочки-то я приготовил, трутовик. Слушай, я не пытаюсь показать тебе, как всё убого, блядь. Оно просто убого, и всё. Вот, я просто баночки хотел забрать. Где баночки, это круто. Ой, блядь. Смотри, сейчас я их положу. У меня в пакетик есть. Я положу их в рот и тыху ням-ням-ням. Я вчера сделал свой подсчёт. И у меня оказалось 475 банок. Мне осталось где-то ещё, наверное, банок 700 собрать. Эй, ты куда, пупс? Я с тобой набрался. А, осталось... Штук 700? Тогда мы сдадим биткоин так купим. Всё, ладно, короче, поехали. Пам-пам-пам-пам. Да. Короче, смотри, мы тут всё, что нахавали, мы в природе принесли сейчас. Поел, говорит, скажи спасибо природе. Смотри, друг, мы, кстати, не только грибы собираем. Мы ещё даже апельсинки покупаем. Вот, прикинь, бананчики покупаем. Это... Чём мы тут ещё? Чай мы покупаем. Так что ты не переживай за нас. У нас вроде даже капусту покупаем. Не только собирательством занимаемся. Вот, хотя нож я нашёл. Я вот ходил, банки собирал. Или эти уже показывали, какой я ножик нашёл. Специально, чтобы грибы резать. Так. А этот ножик из Таиланда. Видишь, сломанный кончик. Так, всё, погнали сейчас. Компост природный создадим. А всё почему? Где я ещё? Ещё эти не вижу. Попустую вижу. Потому что, где Лёха появляется, он всегда начинает людей заёбывать. Чтобы разделяли пищевые отходы от всего остального. Ну, не по-христиански это я всегда говорю. Боженька вам таких пиздулей потом навешает. Всё, ладно, погнали за грибом. За одним. Психоделическим большим таким. О, а ты знаешь, кстати, что гриб-волоконница, как оказывается, содержит мускарин и псилоцибин. Вот это, наверное, трепануть можно. Но сказали, что гриб вообще лучше не есть. Я тебе сейчас волоконницу, кстати, покажу, если увижу. Ну, то синий, конечно. Волоконница фиолетовая. А, смотри, ходит, видал? На ногах. С этими, с подставками, конечно. Но ничего. Скоро она у меня будет, этот, бегать. Марафоны. Айронвумен. Есть такой айронвумен? Ну, вы, это же и человек. Да. Женщина все-таки по-прежнему человек. До сих пор человек? Какая еще, да, классификация друг друга не придумали. Странно. Юлька, это вообще тюльпа. Ты ее тоже видишь или нет? С другой стороны. А может быть, а вдруг ты тоже тюльпа. Все вы тюльпы. Один я настоящий. Я. Короче, смотри, что можно делать. Как бы вариантов несколько. Конечно, ты можешь дома у себя сделать вермиферму или вермикомпостер. Сейчас придется в интернете. Можешь сам сделать. Там несколько лотков и черви. С другой стороны, живность какая-то. Не все хотят брать на себя такую ответственность, потому что, как говорят, мы ответственны за тех, кого приручить. Что еще есть, какой вариант? Ну, всякие вот эти хрени, типа из разряда раковину с этим, с измельчением. Это все херня. Это не канает. Компост, компост это нужная вещь. Можно купить такую хрень, я уже не помню, как она называется. Ну, размером как системный блок, наверное, от компьютера чуть больше. То, что она уже от электричества работает. Закидываешь все, что не сажал. Он там нагревает, прессует, нагревает. И в конце концов опять компост. Можно продавать. Ну, или вариант номер 4. Собираешь ведро, едешь в лес за грибами. Короче, понял, да. Природе отдал, грибы забрал, пошел дальше. Обмен должен быть. Нельзя просто забирать всегда. В первую очередь, если ты хочешь что-то получить от этого мира, то ты должен что-то дать. Если у тебя нихуя нету, то у тебя есть хотя бы мусор, который ты сожрал. Понимаешь? Обрезки. Значит, ты уже этот, можешь что-то привнести. Дать, дать. Ты же творец по природе, правильно? А не этот хапуха, которому отдайте мне, пожалуйста. Поэтому вот еще начинать. Ладно, а мы погнали грибы, короче, собирать. Пускать. Сейчас чаги наберем. Да, вот же ж нашел. Смотри, а мы тут для себя открыли, короче, новый гриб съедобный. Но я не знаю. Ой, блин. Видишь, он какой красивый. Это, короче, тоже ежовик. Только не грибенчатый. Не, вот прикол. Знаешь, полгода назад про ежовик ничего не знал. Один раз только от друга услышал. Он сказал, что на эти таблетки, короче, купился с ежовиком. Но я как-то особо этому значения не придал. А тут теперь этот ежовик грибенчатый на каждом уголоку. Грибочек. Красивый. Он по вкусу мне лично очень лисичку напоминает. Только, наверное, гораздо вкуснее. Короче, с грибами не алезу. Тут у меня баночек. Толк, как обычно. Квест, квест. Нет, не квест. Челлендж. Слушай, давай, короче, челлендж такой. Собрать банок на тысячу рублей. Сдать и купить грибты. Какой-нибудь там дурацкой. Лет на 10 себе. Так, ладно, я грибок режу. Не мешай мне. Как думаешь, что это такое? Похоже на вешенку, да? Сейчас мы срежем. Понюхаем. Я съедобность грибов, можно, мне кажется, определять по запаху. Да, это вешенка. Только там много этих насекомых. Маленьких каких-то. Пахнет. Блин, я тебе рассказал, как я вешенку выращивал. Или вешенку, или вешенку. Это еще комедия была. Сейчас я, короче, сдую. Ну, короче, это был 2009 год. Вернулся я с контракта со своего последнего. Ну, вроде как, решил больше в море не ходить. Вообще, на самом деле, говорят, что такие случаи, это вообще такое лютое исключение из правил. Обычно, если человек первый раз пошел работать, заработать там деньги, то он не может с этой наркотической иглы соскочить. Ну, я-то не наркоман. Это, поэтому со мной такие штуки не проходят. Я вообще хотел не работать всегда. Просто так вот хотел ходить по лесу, баночки собирать, грибы. Всегда об этом мечтал. О, грибочек какой-то. Ну, и, короче, приехал, чем-то же заниматься надо. Там, тех денег, которые я заработал. Очень прикольно. Тех денег, короче, еще я заработал. А, он уже отцвел, так сказать. Я квартиру, короче, купил. И тут даже трудно сказать, что заработал. Еще добавили. Ой, да, подберезовик, что ли. Вот. Чем-то же заниматься надо, думаю. Начнем с того, что... А, редиску я хотел выращивать, короче. А если я рассказывал, ну, я думаю, ну, ничего страшного. Столько историй, я уже не помню, что рассказывал, что не это сказал. Короче, я вначале взял, купил полкилограмма редиски, семян. Думаю, что я буду в эту плантацию сделать. На дачу себя высадил, короче, редиски там, пыры-пыры. Чих-пых, я же там, это, думал, ага, цена одна. Я уже математически просчитал. А тут, как всегда, в том году редиски выросло столько, что, ну, грубо говоря, если я рассчитывал ее продать по 30 гривен, это розница. Эта цена такая стала очень аппетитная. Короче, по 5 гривен стала розница. Вот видишь, как бы обсчет, недочет. Короче, с редиской что-то у меня не зашло. А, ну, все это параллельно было. Вот, так же работать ни хрена не хочется. А тут объявление читаю, типа, научим вас зарабатывать на грибах. Но это было в другом городе. То есть, это объявление я прочитал в Луганске, а выращивать-то я собирался в Мариуполе. Потому не совсем получалось. Но там они как бы рассказывают технологию, как вы будете вешенку выращивать в этих. А потом они у тебя сами ее и выкупают. Ну, там по какой-то минимальной цене. То есть, тебя, в принципе, требуется твое время и твой подвал. Ну, естественно, как сказать, я-то был в другом городе. Поэтому я просто выращивал вешенку и продавал этот на углу, короче, бабушку. Эта подружка бабушки посадила. Да, и, понимаешь, хорошо, когда есть люди, которым по приколу и по приколу продавать. Она еще деньги мне доплачивала за то, что ей давал возможность продавать эти вешенки. Да, шучу, конечно, никто не доплачивал. Блин, все так все серьезно воспринимают каждый раз. Ну, вешенки реально прикольно. Вот если мы с Юлькой все-таки вернемся через Таиланд, все мы, конечно, в Таиланд полетим. То есть, ты понимаешь, все непредсказуемо, жизнепредсказуемо. Можно прилететь в Таиланд, на тебя посмотрят, скажут, что-то вы странные, разворачивайтесь. Сейчас, тем более, знаю, что участились случаи, когда людей разворачивают на границе. Много таких нюансов. Поэтому можно прилететь в Таиланд. Не, лучше, я думаю, лучше всего, короче, если в случае чего-то лететь куда-нибудь в Малайзию или там, и пешком границу пересекать. По крайней мере, если развернуть, то уж точно не на самолет, чтобы обратно куда-нибудь в Москву лететь. Такие вот дела. Так что, если мы приедем в Светличное, я буду бешенки выращивать на пеньках. Ежовики грибенчатые. У меня тут спрашивают, Юлька, а это можно купить этот ежовик грибенчатый? Я у нас, знаешь, бабмаш там купила у этого пола с темисом. Выращивает себе там вещь. Позавчера только узнал про грибы, а тут, оказывается, уже все про них знают. Ну, я, короче, в Яндекс.Вордстат захожу, думаю, знаешь, это что же, я тебе рассказал, как я масками занимался. Ну, бывает тут какую-нибудь херня на слуху, запросы есть, а поисковые. А предложений нет. А! Я жив. А предложений, короче, нет. Ну, я тут посмотрел, вообще запросы ежевики грибенчатые. В Яндексе всего там 150 запросов в месяц. Поэтому, знаешь, выращивать... Банка, 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 банка. Выращивать еще мицелий продавать ежевиков. Ну, хотя, знаешь, мы можем спрос создать. Мы можем вначале делать мицелий, потом всем рассказывать, как это хорошо, как у себя. Надо каких-нибудь бабушек подопытных найти. Он же там, а что, альцгейгеймера помогает. Вот, будем бабушек кормить. Они будут записывать видосики. Все, знаешь, как в сетевом маркетинге? Ой, блядь, я как вспоминаю. Комедия просто. А что самое интересное, я сейчас бывает смотрю видосы с теми чуваками, с которыми я был в сетевом маркетинге. Блядь, они на том же самом уровне и остались. Вообще. Капец, просто. Просто смешно смотреть. Те же самые, как там, бизнес-молодость, блядь. Вот тут, блядь, деградация общества. Так, ладно. Погнал я. Ну, что там, полные руки грибов. А, банок, банок. Банки. Слушай, я тут, блядь, 4-метровых банки нашел. Стоящих. Блядь, какой гриб нашел. Я представляю себе его еще эти слизни бы в шляпу не съели. Тут бы шляпа была, наверное, как у меня голова. Можно в этот, в оборону идти. В наступление. Вместо этих дубинок использовать. Можно, короче, знаешь, типа, как экскурсии устраивать. Вот у нас, допустим, на Пхукете. Знаешь, какие экскурсии были? Люди платят деньги, чтобы на рыбалку, короче, поехать. И они наловят рыбы. Ну, я не знаю, там до хрена надо заплатить. Они наловят рыбы, конечно, они могут эту рыбу забрать себе. Но где они ее, блядь, потом будут готовить? Это, поэтому там им немножко покормят и свободны. А, допустим, может, 10-15 килограмм рыбы себе еще и организатор экскурсии. Нет, не организатор, а исполнитель экскурсии. Организатор это чуть-чуть не то. Вот, можно, короче, смотри. Это поселиться где-нибудь в лесу, приглашать людей грибы собирать. Это, хотите грибов пособирать? Приезжайте ко мне. Цена экскурсии, там, я не знаю, 100 долларов, ну, или там 70. И ходишь, водишь, блядь, людей. А потом еще все грибы. Ребят, ну, вы же все равно их не съедите. Правильно? Правильно. Тогда можете оставить их мне. Короче, бизнес, блядь, можно делать. Смотри, где я баночку нашел. А? Прям в этом. Оп, такая она спряталась. Но от Лехиного взоркого глаза никуда не уйдешь. Смотри, какими тут грибочечки красивося, а, какие подберезовички. Ой-ой-ой-ой. Это вообще не надо, такая красота, грибы собирать. Выращивать, конечно, тоже. Не, знаешь, если я когда... Надо вообще что делать? Ну, вообще не надо, ты можешь делать что хочешь. В примере, если ты живешь где-то грибы реально по близости, можно выращивать. Эти споры, короче, споры разносить. Это брызгать и там подберезовиков собрал где-нибудь гнилых. Не знаю, там кинул в блендер, дрожжей добавил в ведро и ходишь под березками поливаешь. А вот, потому что грибов должно быть больше. Мне так кажется. А может быть и нет. А вообще, смотря, каких грибов. Так, ладно. Двигаться, двигаться, двигаться. А то ты стоишь на месте и не развиваешься. Слушай, ты знаешь, это стихотворение Джонатана Рида? Это... Как он? Lost Generation называется. I am part of a lost generation and I refuse to believe that I can change the world and... Ну и, короче, оно в один конец считается. И типа, блядь, все пиздец. А потом, когда ты его начинаешь в обратную сторону, то там наоборот, типа, возможно, это вас шокирует. Но я вам скажу, что да, я могу изменить мир. И я отказываюсь верить в то, что я часть потерянного поколения. Короче, прикольный стих хочу выучить. Или я его уже выучил. Блядь, я не помню. Опять забыл. Вот, блядь, придурок. Вот тут, короче, еще знаток грибов говорит, что это... Гриб на березе растет. Называется чага. Почти как яга. А недавно мне тут парнишка рассказывал, что можно, типа, что делать? Брать топор, идти в лес, рубать вот такую херню и, типа, ее в 50 рублей кто-то принимает. Лекарства какие-то делают с этой чаги, яги. И, типа, нарубить там килограмм 20, если ты в правильный лес зайдешь. Можно очень быстро. Но я не проверял, я не знаю. О, яблоки, короче, трусят. У нас яблочки еще есть. Мы, короче, пришли в другой лес. Тут грибов нет. Ну, есть яблоки. Кстати, вот я тебе хотел этот грибочек показать. Видишь, вот это волоконница. Волоконница фиолетовая. Маленький это тут. Ну, я к тому, что я не знаю. Что, не фокусирует? А, тут же ж нет этой кнопочки. А, или есть. О, смотри, короче, какой грибочек. Вот это волоконница фиолетовая. Да, он. И что? Короче, написано в Википедии, что мускарин содержит. Этот брат, по-моему. А обычно и мускарин и псилоцибин. Я бы, конечно, есть не стал, но ты смотри. Вот, если тебе надоело уже тут, то можешь куда-нибудь отчалить и отчилить. А мы, короче, в другой лес пришли. Тут нифига, кроме волоконницы вот этой нет особо. Ну, сейчас яблок насобираем, яблок насушим. А все знаешь почему? Потому что мы этому лесу подношения не сделали. К тому лесу мы сделали подношения, и он нас отблагодарил грибами, подберезовиками, поросиновиками, лисичками. А этому не сделали. Поэтому я вот... И знаешь, иногда, когда экскурсии заканчивал, ну, там, допустим, ребятам собирают чаевые. Это, команде нашей моряков. Там капитаны. Ну, я бывает просто пиздану. Ну, вообще, ребят, там работают как эти. Денег им почти не платят. Так они за... На голом энтузиазме. Не, я, конечно, понимаю, в Татайце вообще на голом энтузиазме живут. Но такое ощущение, что и деньги не нужны. Но не всем, конечно. Я иногда говорю, ребят, знаете, как это... Еще закон взаимозависимости от тока и притока сильно и образно выразил Иисус. Давайте и дастся вам. Мервы добрые, утрясенные, нагнетенные, переполненные. А цепь тут вам было на ваших. Вот. Ты по какой мере... Мерейте. Такой же и вам отмирится. Ну, и тому подобное, знаете. Поэтому, видишь, мы с этим лесом ему ничего не принесли. Одну банку только забрали из леса и все. Ну, не, Олька одну листочку нашла. Ну, чувствуешь, куда ты отключился? Я не знаю, это ежовик или не ежовик? Вот, млечник, млечник. Смотри, какой красивый. О, какой... Какой сочный гриб. Мы сейчас как замаринуем. Так, ладно. Надо двигать, короче.